Итак, всем привет, дамы и господа! Я всех приветствую, с вами Криптофатеев и сегодня мы разберемся с акциями Амазона, почему там тоже не все очень хорошо. Также разберемся с биткоином, с криптовалютами и последние новости за последние 24 часа. Что касается рынка криптовалют, тут ничего не измена, абсолютно та же волатильность, все удерживается. С другой стороны, это плохо. Почему? Потому что хотя бы если мы пошли бы на низ, то было бы уже какое-то движение и эйфория даже от того, что ты можешь закупить и докупить биткоин ниже. Это с одной стороны. С другой стороны, даже если мы пошли бы вверх, то тоже была бы эйфория, потому что ты держишь биткоин, ты держишь криптовалюты, ты уже в каких-то плюсах находишься. И в принципе маневрирование на рынке есть среди других альткоинов, которые тоже могут у нас плясать под рост биткоина. Поэтому сейчас мы наблюдаем стагнацию, консолидацию, можно как угодно это назвать, потому что никаких совершенно движений на рынке мы не видим. И соответственно, если на дневке посмотреть, то это полный флэт. Это флэт, который уже у нас, грубо говоря, есть коридор. Есть коридор, грубо говоря, 6.150 и коридор 6.800 и чуть выше, когда был памп с помощью тизера. Сейчас мы этого не видим. Сейчас мы совершенно видим простой коридор, который нам показывает самую низкую волатильность, которую можно было просто показать. Объемов нет. По поводу лангов. Они возросли, ланговые позиции. Вот шарты чуть подубавились. Но, тем не менее, никаких маневров рынок нам пока что не предоставляет. Что касается новостей и также, что касается Амазона, если мы посмотрим на акции Амазон примерно 10 месяца, это октябрь, именно 17 числа, мы видели, как в том году примерно то же самое происходило с акциями. Как тогда тоже биткоин в сентябре набирал позиции на фоне новостей из Китая, когда там была стагнация рынка, когда попытались проколоть рынок. Но, тем не менее, потом биткоин возродился и также пошел наверх. Ну и, соответственно, здесь примерно то же самое с акциями Амазон, которые в последнее время очень сильно хорошо просели практически на 400 долларов. Что можно заметить, то, что примерно ситуация была здесь. У нас тогда акции упали с 1000 долларов до 900, но потом также выросли и это было в конце октября. И потом акции потихоньку, потихоньку да пошли наверх. А что касается ситуации, которая находится сейчас, так как акции у нас стоят уже 2000 долларов. И это было в сентябре 4 числа. Это был пик. То сейчас мы видим, что акции снизились на 1600 долларов, а именно 400 долларов минус акции сделали. О чем можно сказать? Это говорит о том, что, возможно, пока что у нас передых здесь. Критическая зона виднеется у нас 1599 и ниже, соответственно, 1300. Там уже будет очень плохо для акций Амазона, для тех, кто вкладывался. Но, соответственно, нужно отдать должное, что если вы вкладывались все равно год назад, то вы еще в плюсах по акциям Амазона. Поэтому еще пока что критическая точка нет. Ее нету. И сейчас, возможно, акции просто таким образом дадут перед их. И потом они под Новый год пойдут наверх. То же самое касается биткоина. По биткоину там снятие у нас запрета ICO в Южной Корее и 12 число BACT. Ну и также рассмотрение по решению, а именно рассмотрение комментариев по остальным биткоин ETF, не включая ванок. Потому что ванок уже перенесли на 2019 год. Вот посмотрим, возможно, здесь у нас пока что перед их на всех рынках. Пока что перезаряжаемся и скоро, возможно, опять в бой. Но нужно учесть, что уже у многих ломается вера в то, что биткоин у нас вырастет. И, соответственно, это очень позитивно. Потому что там, где ломается вера, там уже приходит рост. Что касается, значит, других новостей, то, что Zcash у нас завтра запускает Supplin. И Supplin протокол, он поспособствует тому, чтобы догнать Monero. Потому что Monero произвел hard fork, bulletproof, который, в принципе, был нацелен на то, чтобы снизить транзакции. Более так, насколько мне известно, повысить защиту. У Monero сейчас транзакции очень дешевые. И, соответственно, Monero выигрывает Zcash. Zcash хочет догнать Monero. Но и в итоге Zcash встанет в 6 раз более быстрее. Соответственно, таким образом, Zcash и Monero конкуренты. И они, конечно же, конкурируют за то, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Когда отправляли транзакцию, они не платили много денег. Также нужно учитывать, что Ripple сейчас переманил себе Google-разработчика. И криптовалюта становится в основных технологиях. И, соответственно, сейчас мы видим, что Ripple нанял Амира Сарганки. Который до этого момента возглавлял новую службу обмена сообщениями Google. Ripple также работает над своим продвижением. И нужно учесть, что постоянное переманивание Ripple лучших технических талантов только укрепит их положение как основного игрока в криптовалюте. Потому что Ripple сейчас находится на третьем месте по капитализации. До этого были попытки обогнать Ethereum. И кажется, что Ripple находится в лучшем положении для предстоящих правил. Создав лоббистическую группу в Вашингтоне и поддерживая связь с традиционными финансовыми институтами. Последовательно объявляя о новых партнерских отношениях с основными участниками в сфере технологий и финансов. Ну, то есть Ripple продвигается. Так или иначе, я считаю, что это такая криптовалюта США. Потому что, ну, если вы зайдете на западный YouTube, там много каналов, которые очень сильно топят за Ripple. И вот каналы именно, они посвящены не биткоину, не криптовалютам, а именно Ripple. Ну, что касается iOS, тут у нас было увидено 60 тысяч новых активных аккаунтов за 24 часа. Об этом свидетельствует график. И, значит, эти данные приводят к увеличению на 30% активной базы пользователей iOS и на 500% в целом. Но также нужно учитывать, что непосредственно это означает, что все большее количество приложений размещается в iOS, а доверие общественности в блок цепочки, а именно блокчейн, остается смешанным. Недавно в новостях BTC сообщалось, что хотя цепочка решила, конечно, блокчейн-проблемы масштабируемости, заманивала удобные и популярные приложения, но токен утилит проекта увидел 40% спад от своего месячного максимума. Ну, то есть, это все говорит о том, что несмотря на то, что iOS работает, запускают приложения, там, значит, у нас регистрируются новые пользователи. А несмотря на это, iOS никак не растет в цене, хотя должен был быть. И непосредственно мы видим, что в связи с общей стагнацией рынка, это никак не помогает этой криптовалюте. Ну и также платежи Lightning Network станут доступны в Microsoft Excel. И биткоин-разработчик и директор консакта фирмы Bitcoin Adversive Erosha анонсировал на этой неделе запуск плагина для Microsoft Excel, при помощи которого можно будет осуществлять транзакции Lightning Network непосредственно из приложения. ПО для LNNode теперь можно запустить из плагина Excel. С клиентом Nature, пользователь Windows плюс Excel сможет отправлять и получать Lightning Network платежи в несколько кликов. Ну и реальность, что на рабочих столах почти 99% и 99, значит, сотых бухгалтеров и финансовых сотрудников стоит Excel. Они же отправляют наибольшее количество платежей, пользовательский интерфейс для открытых и децентрализованных финансов, это Microsoft Excel. Плагин это необходимое начальное условие для любого криптовалютного проекта и интеграция с AP Lightning при помощи C, это чистое удовольствие. Ну и то, что первый взгляд выглядит глупо, на самом деле совершенно гениально. Зачем использовать приложение, чтобы генерировать invoice и отслеживать его в Excel? Просто используйте это в самом Excel, к сожалению, 80% сообщества этого не поймут. И в действительности это может поспособствовать более широкому принятию биткоина. Ну и хотел сделать Lightning интерфейс, который бы понравился широкой публике в мире бизнеса. Многие люди хотят осуществить платежи при помощи Lightning. Ну и что нужно заявить до этого, что до этого у нас были платежи Lightning Network в Швеции. Мы оплачивали, значит, с помощью технологии Lightning Network именно бургер. Потом у нас был запуск велосипеда с помощью технологии Lightning Network. То есть как запуск велосипеда. Ну чувак просто садился, ехал и таким образом это был электровелосипед на технологии Lightning Network. То есть эта технология расширяется и внедрение этой технологии в биткоин, лайткоин. И насколько сейчас я знаю, это еще будет криптовалюта Виакойн. У них, кстати, обновилась дорожная карта. Можете сказать, что это щиткоин, но я в свое время сделал на этом щиткоине X6. Из-за того, что биржу Binance, там API были взломаны. И, соответственно, здесь у нас было обновление дорожной карты. Я постил это в Telegram канале, можете посмотреть. А тут будет у нас тоже проводиться Lightning Network. То есть это три криптовалюты, которые я знаю. Это биткоин, лайткоин и Виакойн, которые будут поддерживать Lightning Network. Поэтому, если вы можете инвестировать, преуспеть в инвестициях, то, в принципе, нужно хотя бы инвестировать в Litecoin. Потому что Lightning Network это многотысячная транзакция, это маленькие комиссии. А учитывая то, что у Litecoin будет апдейт, который произведет таким образом транзакции сверхдешевыми. Просто они будут сверхдешевые. Это будет случиться, я думаю, уже скоро. То мы увидим, в принципе, очень хорошее применение технологии еще и Lightning Network как дополнение в целом. Ну а с вами был Криптофотеев. Всем удачи и всем пока.